Можете рассказать что случилось в котором часу что слышали где-то приблизительно часов 10 я на время так не смотрел сначала был один выстрел ну вернее один взрыв был вот внучка спала в этой комнате от взрыва она вскочила и только выскочила с комнате тут второй взрыв и вот это вот там все вечером утром сегодня часто вообще стреляют ну вообще-то часто ну здесь нет а вообще там это самое на границе там на разграничение у вас здесь не было ни военных никого то никого не было вон соседка что же он вышла тоже он у нее что-то вот ну а чем же еще против показать что ну что он крышу он это самое подняло на наш видно сразу все посекло вот здесь вот стол стоял беседка была это все туда ушло может может я его нахожу там лежала болгарка он ее распекло новый купилатор купил снова наверное это самое хана ему это то вот все туда и там перфоратора оказался что-то там в спальне здесь был ну короче все осколки насквозь стену пробили через окно и еще и куда еще и этот забор также перка есть три дырки в этом противоположном окне виталия можете рассказать сегодняшнего дня но у нас началась освободительная операция и по идее вроде как в скором времени должно это все прекратиться вот как вы в принципе к этому относитесь как сейчас я могу относиться но мне вот это вот приятность вот это вот нужно конечно не нужна а вообще туда надоело уже вот каждый день губ и губ и губ и губ и губ я понимаю что как люди которые там он мы то не так в этот было четырнадцатом году пятнадцатом году здесь обстрелы были вот сейчас вроде как бы прекратила все было там ближе к линии разраничения но вот это вот опять здесь началось даже сама не предполагала как это все так слава богу обошлось и на задам вопрос как который сам логично почему здесь живете почему не выезжаете так близко к фронту такого не было четырнадцатом году было но как-то не было ничего и принципе и ехать не было смысла вот случилось такое что дальше надо как-то купить дальше жить с этим я надеюсь все это отремонтируется хотя бы крыша все остальное потому что мне одной будет тяжело с этим справиться скажите сейчас так громко но вы даже не реагируете привыкли уже да нет не привыкли ну что деваться ешь вы тут рядом с вами не страшно подскажите еще в доме я так понимаю тоже есть повреждения да нет в доме там стена потолок вот она как-то это самое вот больше удар прошел конечно там стекла кондиционер крыша основной не замуж потому что окна были открыты скажите когда активизировались активизировались бои последние две недели было очень страшно очень громко было как-то и обязательно ночью это должно вот как 12 часов начала первого вот начинается вот это все вечером так постреливают ну постреливали уже зарегируешься немножко вот где-то красногоровка трудовские и 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